Ира, Тенниси Уильямс Ртом Бланш сказал такую фразу Я всегда зависела от воли первого встречного человека Женщина-актриса Кто это? На твой взгляд Первое, что было, когда я пришла в театр Кольде Тамара Васильевна Зимина мне сказала Николай Владимирович говорит, нам нужны мальчики Зимина говорит, говори, можешь сыграть мальчика Я сказала, то есть я считаю, что это вообще Ну нет пола в этом смысле Есть душа просто, которая Либо жаждет что-то Впитать и Выдать потом Либо нет Ну Я знаю, что есть градация Но я этого внутри не чувствую Мне Не важно В общем, я У мальчика стул, дерево Готова сыграть Как бы все равно На самом деле Сойти с ума Это От чего От чего человек может сойти с ума Вот как тебе кажется Хороший вопрос Сейчас читаю Чехова Как раз палата номер 6 От несостыковки Наверное Внутреннего ожидания И внешнего Как бы происходящего Вовне Не надо ждать Того Чего Не знаю Неисполнимых каких-то Желаний Надежд Что бы не было Ну да Вот как вы говорите Рядом С людьми Гениальными То есть Ты просто начинаешь С себя Ну отсекать все лишнее То есть Я научилась Чувствовать просто Самое главное Жить А не хотеть Чего-то То есть Когда человек Хочет больше Чем живет Наверное Тогда сходится Желание Что заставляет Человека На твой взгляд Желать больше Вообще Действительно Чем есть жизнь Непонимание Наверное Того Что Сама жизнь Это и есть счастье Я не знаю Честно говоря Не знаю Почему так происходит Ира Что бы ты хотела Сказать людям Со сцены Как человек Не как актрис Так что и говорю Наверное В каждой роли То есть Прежде всего Не роль играешь А достаешь из себя И примеряешь Себя То есть Каждую проблему Берешь на себя Не Пытаешься Стать кем-то А берешь ее на себя И наверное При этом Предельно искренним Надо быть Поэтому И хочется сказать Будьте искренним Будьте Добрыми Будьте Любить Тенниси Уильямс Сказал такую фразу Лицемерие Присуще нам Всем Только Может быть При помощи его Мы и выглядим Прилично На твой взгляд Ужасно Выглядят люди Которые лицемерны Нет Не знаю Не согласна Ты видишь Когда тебе говорят Не правда Конечно Ну а как Что ты делаешь В этот момент Я ужасно стесняюсь Я не знаю Как общаться С таким человеком Я Я не умею Как сказать Подстраиваться Под Лицемерие Там что-то И ты Не могу Я сразу Се чувствую Какой-то Закрытой Невеждой Я не знаю Как Что ответить Грубо говоря Что должен сделать человек Традиционный вопрос Чтобы Ты его полюбила Ты его полюбила В поступках Наверное Это как-то Выражается Быть искренним Говорю одно и то же Когда человек Ну не дай бог Но вдруг Тебя предает Что для тебя Предательство Предательство Ну Во-первых Порой бывает Кажется Что предательство А с другой стороны Начинаешь в себе Копаться Думаешь Может я сам Виновата Что как бы так Человек Поступил Что ты можешь В общем я Мнительная была Очень долгое время То есть Все это Мне кажется Что порой Человек Больше мнителен И принимает На себя Какие-то Обидки То есть Кому-то строят То есть Это все внутри Ты должен С себя Какие-то Шкуры снимать Чтобы В итоге Тебя окружающие Не предавали Потому что Если ты открыт То есть Ты будет открыт Так что ли Часто говорят Диаметрально Противоположные вещи Актеры Это как ребенок А с другой стороны Говорят актеры Это сукины дети Вот для тебя Актеры Профессия Актерская Это что? Как ребенок Открытый Да То есть Благодаря дочери Там Начинала Взрослеть Моя актерская Жизнь И Чем Открытие Ты На сцене Тем Значит Ты Ну то есть Чем больше Ты себя чувствуешь Ребенком Тем честнее Ты То есть Все что сейчас Вот в моей дочери Мне порой говорят Там на сцене Ну ты прямо Вот Алиса То есть Я начинаю Это на сцене На себе испытывать В жизни уже Не совсем получается Себя там вести Как ребенок Не в инфантильном Смысле А в смысле Открытым Да А на сцене Ты достаешь Прям это И вот они даже Какие-то То есть В этом смысле Да Актер должен быть Ребенком То есть Открытым Полностью Для Выражения Своих чувств И Но вот Ты говоришь Об искренности О честности Идиот Достоевского Мышкин Абсолютно Открытый Честный человек Но В то же время Даже самый опасный Человек Потому что Если в обществе Появляется человек Который начинает Не лицемерить А говорить правду Это самый страшный человек Потому что Тогда начинаются Ломаться Абсолютно все устои Все идеологии Неважно какой Какой строй сейчас Да Этот человек Говорящий правду И искренний человек Он становится Для общества Опасным Вот тебе не кажется Что Говоря это Ты обрекаешь себя И проповедуя Это ты обрекаешь себя На уничтожение Не страшно? Тем наверное Более хороша В этом смысле Именно актерская профессия Потому что Ты не говоришь Это А ты это Испытываешь И транслируешь Вот Сказать Я бы не смогла Конечно Ну вот прямо Вот брать и говорить Я не умею Просто это делать Надо Надо не 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 говорить Неправду Грубо говоря Люди Конечно Не хотят Наверное Слышать Правду Про себя Но В твоих глазах Они могут Это прочитать Не важно Что ты скажешь А важно То что Внутри Я То есть Я не говорю Неправду Вот Я понимаю То есть Не носиться С правдоискательством Как с писанной тормой Не лезть Вот Это вот Граница Твоей свободы И граница Вот Как ты ее определяешь? Да ну я не знаю Я ухожу читать книжку В уголок И просто Ну не общаюсь Да С людьми Которые Мне кажется Не искренне Последний вопрос Он Он из серии Неприятных Думаешь о смерти И что для тебя смерть? Ну конечно Это Вот Я когда Иду По пустой улице В наушниках Музыка Курю сигарет И Представляю себе Что вот это так и будет Ты один И Дальше твой путь Перед тобой То есть Следование дальше И С этим Следование дальше С тем багажом Который тебя уже сейчас есть Вот там Вчера Друзья Несчастье Произошло Ты как бы Идешь И Снег летит Музыка играет И Твой путь продолжается И ты Должен Его Выполнять Выполнять Это Не Жизнь Не смерть Это Твое Одиночество Которое Одиночество Души Это Ну путь Путь Души Дальше Я не знаю Это Я все время Пытаюсь Представить То есть Без всех Без всех родных Без Всего Что у тебя есть Ну и опять же Уже вместе с этим Ты идешь дальше Вот это смерть Наверное Смерть близких Страшнее Ну то есть Ты должен расстаться С кем-то И Решать Что делать дальше А своя смерть Это Переход Продолжение следует...